Приветствую! Вы смотрите программу «Отражение». Я Оксана Пилькина. 9 апреля в Хатубе откроется интереснейшая выставка. Она называется «ПРМОЖЦИ». О чем эта выставка, мы узнаем у наших сегодняшних гостей. Это Ольга Ладия-Щербакова, общественная организация «Линия согласия» и Александр Фоминцев, участник боевых действий и участник АТО. Прежде чем мы обсудим выставку, о чем она, сколько работ, насколько она интересна для харьковчан, я предлагаю посмотреть нам и нашим зрителям ролик, который подготовили киевские коллеги, авторы этого проекта, телеканал «1 плюс 1» и журнал «Виво». Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Просто так ничего не бывает в жизни, например, что человек втрачает, а она в замену отримает гораздо больше. Мрії сбываются. Я всегда говорю после этих всех событий всем людям, говорю «мрійте, побольше мрійте». Но «мрійте», как оно на самом деле у вас есть, потому что мрії сбываются. Мрії сбываются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Рассказать миру, мотивируя его Сколько работ, что увидят харьковчане? Сейчас они так чуть-чуть коснулись кухни На видео увидели, как это снималось У меня сегодня на самом деле Это и работа, труд, но это и большая честь Мы сегодня эту выставку выставляли В помещении Хатоба Которые наши Безвозмездные, бескорыстные партнеры В этом проекте Весь коллектив театра, его генеральный директор Мы выставляли в стенах Хатоба Этот проект Это 8 больших Те, кто фотографирует, поймут Фотостен Высотой 2 метра и шириной 3 метра На которых есть Изображение участников проекта И 21 фото Примерно метровой высоты И 70 сантиметров ширины Которые размещены на фоне Этих больших фотостен И сегодня Когда мы с утра Вот такое солнышко Еще даже нежное было Вот попадал в зал Вы знаете Мы распаковывали Фотостены Мы распаковывали Эти Фотографии Иногда оказалось Что эти люди живые Это действительно потрясающий эффект Это, наверное, о мастерстве фотографа Говорит Вот ты распаковываешь Одну стену А вот такое ощущение Что там со второй Это оживое Вот Поэтому это действительно Очень интересное событие Я считаю Для города Во всех смыслах И социальное И творческое Да То есть Это действительно искусство Но вот на такую непростую тему Как война И люди Которые В ней побывали И получили Вот такие тяжелые ранения Ну Киев Насколько я понимаю Принял Киев Да Торонто Днепропетровск Где уже эта выставка прошла Я понимаю Принял очень благосклонно Вот как вы думаете Вообще Чего ждать от Харькова? Ну Сложный город Будем откровенно Да Очень много патриотов Есть такие небольшие у нас переживания Как у организаторов По этому поводу Вот Мы еще на этапе Вот Когда мы загорелись Этой выставкой Мы ее увидели Вот в фейсбуке Прекрасные фотографии С киевской экспозиции Потом мы узнали О том Что от коллег Что она Ее забирает Днепропетровск Очень хочет И ждет Ну вот Что удивительно Мы как бы Нашли контакты Телефоны Вышли на Соломию Витвецкую Вышли на Менеджеров проекта И в общем-то Согласие Практически было сразу Что да Это здорово Что выставка Поедет дальше Я не знаю Даже задумывали Они это сами Изначально Вот так вот По стране Но вот тут Какая-то уже Киев Днепропетровск Харьков За границей Она побывала Уже Два раза Вот такая Какая-то Прям история Получалась Но Мы заручились Их Да Что они Готовы Ее Передать В Харьков Но начались Поиски того Кто примет Локация в Харькове И нам казалось Что самым сложным Будет техническая Составляющая Потому что Эти объемные стены Требуют Объемного помещения Но кроме Технической составляющей Да Мы ощутили И ну так скажем Да Контекст такой Вот Непонимание В некоторых случаях И очень много Убедились Что много стереотипов По поводу людей С ограниченными возможностями Непонимание Зачем нам эта тема Да Вот вообще Как бы А второе Да Что это наверное Что-то ужасное И когда я говорила Нет Я уже вам На почтовый ящик Скинула фотографии Отдельные Посмотрите Потому что У всех было Что это как-то грязно Мрачно Угнетающе Депрессивно А я им говорю Это вдохновляюще Это красиво И когда Люди смотрели фотографии Вот переключались Да Но все-таки Вот мы искали 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 И среди волонтеров С которыми Ну мы сами Наша организация Делает волонтерские проекты У нас есть партнеры Волонтеры Вот Марина Кехтер Тоже достаточно известный Человек для Харькова Певица Психолог Которая два года Оказывает психологическую помощь Со своими коллегами В госпитале Безвозмездно Сказала Что я поговорю Вот С театром С Хатобом С генеральным директором И Хатоб откликнулся Они сказали Да мы примем выставку И мы очень им благодарны Потому что Они и выделили место Это прекрасная локация Очень бережные Погрузочные Разгрузочные работы Нам помогает Тарас Селихов Это сотрудник Хатоба В экспозиции Потому что При всей ее простоте Вот даже расставить Это тоже в общем-то Определенный процесс творческий То есть пока мы Ну в таком полном Сприян Хорошее украинское слово Со стороны Театра Со стороны коллектива Со стороны менеджмента театра За что я им очень благодарна Разные города Киев, Днепропетровск За границей Вот сейчас Ивано-Франковск Может быть будет Я считаю Что Харьков Он Наиболее Во-первых Все будет хорошо у нас То есть Харьков хорошо примет И Наш город Он Гораздо более Достоин Ну Этой выставки Чем все остальные Потому что Почему Вот Мое мнение Эта выставка Она родилась В Киеве Почему не в Харькове У нас в Харькове Потрясающе Сильная фотошкола Там все Харьков Это прифронтовой город Он С одной стороны Устал от войны Устал от Через Харьков Идут Все раненые Через Харьков Переселенцы И Никакая Самая большая область Которая приняла на себя Переселенцев Это Харьковская Вот То есть Такое количество боли Какой-то вот Ну через Город Через область Которая прошла Через Ни один город Этим Это даже не похвастать Просто это факт И естественно Что Город Люди Немного устали От этого всего От войны В том числе Вот С одной стороны С другой стороны Такого Количества Людей Которые Там Волонтерские Организации Просто люди Которые Сочувствующие Помогают Во всяком Вот Ну Нет такого города Поэтому С выставкой Будет И нужна Эта выставка И Все хорошо Будет Как я говорил Ну я вот дополню Это нужна Саша Саша Еще Является Членом Организации Спилка Вытеранив АТО Общественной И Кроме всего Прочего Вот мы С этой Организацией Тоже Заручились Их поддержкой Во-первых Мы их пригласили На открытие Завтра Вот И кроме того Мы заручились Их поддержкой От них Будет Так скажем Дополнительное Ну я не знаю Слово охрана В полной мере Но сопровождение Этого проекта Пока он в Харькове Ежедневно Как бы Будут присутствовать Ветераны АТО Которые будут Как бы присутствовать Во время экспозиции Вот Обеспечивать нам Безопасность Вот хорошее слово Да Но тем не менее Это же выставка Это не только Да Красивые полотна Это еще За каждой фотографией Это история Вот история Я знаю Что будут Журнал Да Продавать Вива С этими историями И деньги пойдут На протезирование На развитие На протезирование В Украине Вот Я даже знаю Что один из участников Проекта Вы говорили Он сейчас В Харькове На протезирование Да Вот завтра На открытие Будет Среди У нас будет Три участника Проекта Вот один из них Сейчас Находится в Харькове Да Мы его пригласили Он придет Вадим Довгорук И кстати Мы пригласили Директора института На открытие Вот мы Когда директор Петушара Мы говорим Вам нельзя Не прийти Герой 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 Как военнослужащие Этой войны Герой Который В фото Выставке Вот Поэтому У нас завтра Будет еще Вот таких Две интересных Пары Кстати Мы пригласили Еще одну Интересную Личность Это главный Врач Нашей Больницы Гиршмана Несмотря на то Что эта больница Связана С глазами Тем не менее Чаще всего Глаза страдают Тогда Когда ребята Подрывались На минах То есть Через Руки Врачей И именно Самого главврача Через их Целительные руки Прошли Очень многие люди Которые Потеряли Конечности В этой войне И вот мы тоже Пригласили Главного врача Выступить завтра На открытии Рассказать о том Как они Они делали Колоссальные вещи Они уговаривали Поставщиков Поставлять материал Бесплатно Для операций Вот И будет тоже Наш харьковчанин В паре К главврачу Этой больницы Из Харьковской области Который Потерял конечности У которого были Проблемы со зрением И где в нашей больнице Ему помогли И вот если сказать Еще опять Вот о Вадиме Это в Груке Это потрясающие люди Я соприкоснулась Вот с ним Лично И когда я звонила Ему по телефону Вот я эту историю Как бы рассказываю Потому что Она меня вдохновляет Вот сколько времени Прошло Несколько недель Я все время Слышу этот голос Вадима Да И вот Эти интонации В голосе Поскольку Он находится На территории Гостеприимного Харькова Мы позвонили Ему с вопросом Нужна ли ему Какая-то помощь В протезировании Ну или Или какая-то сопутствующая помощь Пользуйтесь Как бы Выставка едет Вы герой Вы здесь Ну может быть Нужно какое-то содействие И Вот такая Знаете Прям пауза И такой Мне Я говорю Да И он У меня У меня все Хорошо А вот Чтобы понять Это человеку Которого потеряны Да Две ноги И одна рука Этот человек Это Это Знаете Не рисовка Была Это настолько Естественное удивление И настолько Ну Действительно Голос Человека Который внутренне Благополучен Абсолютно У меня Все хорошо Вы знаете В итоге Неловкость Испытывала я На другом конце Я даже растерялась Потому что Какой-то Ну Несколько секунд Не могла понять Нужно жаловаться Нужно просить Нужно Использовать возможность А человек говорит У меня все хорошо Это потрясающие люди Ну и проект Именно о таких людях У которых все хорошо И они могут Ну Как бы хорошо Я имею ввиду С точки зрения моральной И детской В душе Я думаю что как и жизнь Все непросто Вот Но благодаря таким проектам Очень многих Это вдохновляет Что Показаны Показаны люди Красиво Сильно Очень так вот Эстетично Там Динамика На этих фотографиях Настолько Они заряжены Причем Ну Очень здорово Заряжены здоровьем Таким Каким-то Психическим Ну Показаны Очень здоровые Люди Вот Что есть Редкость В принципе Потому что Не только после войны Люди там С пошкодженной Психикой Приходят В жизни Так мы Видим Более чем Вот И это первый случай Когда у нас Вот в Украине Показаны Люди Которые попали В беду И Очень красиво Показаны Вот По поводу Хорошо Ну да Вот какие истории В журнале Вива описаны Да Все жизненные истории Участников Я думаю Конечно же На самом деле Им непросто И в наших реалиях Тем более Непросто Наверное Ни в одном городе На сегодня Нет инфраструктуры Которая Вот Позволяет Человеку С ограниченными Возможностями Чувствовать себя Хорошо Но Ощущение Что эти люди Вопреки Всему этому Живут Возможно Даже более яркой И более полноценной Жизнью Чем многие из нас Которые Имеют Ну так скажем Относительное здоровье Да Руки Ноги Все на месте Вот В этом Наверное Их 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 Сила И вы знаете Наверное Решиться на такой проект На мой взгляд Тоже Это тоже Какая-то Внутренняя смелость Такая Должна присутствовать Вот И поэтому Это тоже Дает понимание Что Действительно У них Как бы Достаточно Все хорошо Вот Ну и в первую очередь Вот со стороны Как Саша Это интересный проект Я вот видел Наверное Две недели назад Проходила по новостям Когда Модели были Тоже вот С протезами То есть Модельер Так это же Наверное Был один из участников Юрий Который к нам приезжает Завтра Веселовский Лицо проекта Суть в том Что как бы Люди С ограниченными Возможностями Не должны быть Ограничены В жизни Тут еще такое Совпало Я вчера был На Выступлении Ник Вычич В Киев приезжал И Ездил Соответственно И с харьковскими Ребятами Вот С протезами Ну И Совершенно Потрясающее Впечатление От этого всего До Ник Вычича Были Ребята Паралимпийцы Чемпионы По танцам Парные танцы Были Там Коляски Потом был Парень Гимнаст Тоже он Вытворял Такие вещи Вот То с коляски То без То Ну там И после Этого Еще Что называется Контрольный Влоп Ну вот Ник Вычич У которого Ни ног Ни рук Он Рожден Таким Драматическая История Как он Все Многие знают Эти все Замечательные Ролики Фильмы Вот Когда он Это рассказывает Он прирожденный Оратор Как Ну Вот И Ты думаешь А где здесь Я А какие проблемы По отношению Вот Ну То есть Вот это Внутреннее стержень Вот это Внутренний мир Который Как он Много говорит Зачем там Мне Допустим Курить Наркотики Я и так Крутой И ты говоришь Он говорит Ты веришь Потому что Он такой Вот есть Он по-настоящему Живет Он не Рассказывает Тебе Вот Или Он прыгал С парашютом Там Я не знаю У него двое детей Сейчас Он там Снялся В фильме И записал Там Песню Профессионально Там Не знаю Но человек Берет от жизни Все По максимуму Да Пишет книгу Сам Там У него Одна Кусочек ноги С двумя пальцами Он набирает Там В минуту 60 знаков Там Не знаю Ну То есть Вот Живет полной жизнью Говорит Зачем Мне не нужны Руки-ноги Я умею летать Вот Ну Это вот Метафора Но это Полностью Так вот Когда смотришь На вот таких людей И Как на ребят На этой выставке Просто сам Загораешься Это очень Мотивирующая Такая встряска Вот Хочется жить То есть Собственно Об этом И название Говорящее Да Переможте То есть люди Переможте по жизни Это Ну вот Мы сегодня Когда ее Выставляли Тарас Сельхов Таким своим Тоже взглядом Художественным Говорит Прекрасная Выставка И Говорит Ну только У меня Вот есть два момента И один Вот я с ним Согласилась На сто процентов И в ролике Эта фотография Была Где Герой Да Участник Фотовыставки С двумя Конечностями И два друга Его поддерживают Вот Как бы У нас такая идея Что вот Ее на стены Не вынесли Вот ее Нужно было Сделать Огромные И даже главные Возможно Фотографии Выставки Потому что Она передает Всю суть Вот этого проекта О том Что эти Люди Первое Возвращаются К нам В общество И вот два Его здоровых Товарища Это как две опоры То есть общество Как опора Для этих людей Должно быть Как поддержка Не жалость Да Вот мы тоже В куларах Говорили с Сашей Ни в коем случае Не сверху вниз А вот именно Да Если этот человек Что-то Отдал На благо Общества По сути Своё здоровье Защищая Страну То Мы как общество Конкретные его Представители Можем Быть Символичной Опорой И Символичной Поддержкой Создавая Инфраструктуру С уважением Относясь К этим людям Делая Вот такие Проекты Как бы Говоря Отдавая дань Уважения Вот таким образом Но фотография Да Очень интересная Два товарища Он на них Опирается Вот она Прям Метафора Этого проекта Для меня Очень сильная Ну вот Мы сейчас Говорили О сильных Сильных Людях Которые Вопреки И несмотря Все равно Не закрылись Не очерствели Не ушли На темную сторону Ну Все ли Все ли Вернувшиеся Зато С войны Да Получив Разные ранения Получив Разные психологические Травмы Видя смерть Близких Друзей Товарищей Все ли они Остаются Такими сильными И не ломаются Потому что Я знаю Вы занимаетесь Реабилитацией Да Вопрос простой Конечно не все Кому как повезло Тут очень Зависит От окружения Вот То есть От всего Зависит От географии Вот мы допустим Уходили Целой группой И перешли Соответственно Мы друг друга Держимся У нас большой город Мегаполис Мы можем в нем Найти все И друзей И работу Есть люди Которые ходили Там с какой-нибудь Трансцентра Деревни По одному Приходят Вот А там никто не понимает Полное неприятие Зачем Да Зачем То есть Еще Если и с ранением То есть Мы Когда Там На войне Просто Об этом Слабо думаешь И То есть Боялись даже Несколько смерти Сколько вот Даже в эту сторону Не думали Да Увечья Это конечно Ну страшно Когда такая Демотиватор Я думаю Для многих Просто чтобы Не уйти Как-то Как-то От этого Потому что Это Ну это страшно Вот И от окружения У кого-то есть друзья У кого-то нет У кого-то есть семья У кого-то нет У кого-то Часто Там статистика Тоже очень Треть Это наша статистика Треть 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 Процентов Семей Разваливаются После войны Это даже Без всяких Ранений Просто люди Приходят другими Они Ну все уже Меняется Понимаете Вот Ну от всего Зависит Кому как повезло От друзей Много От родственников Зависит От Коммуникабельности Часто люди Спиваются Вот Из-за этого Что Из-за непонимания А люди У которых ранения Серьезные ранения Они У них Больше подвержены Чтобы там Жалеть себя Чтобы ну Вот Ну Ну да Страх Стать Обузой Да Поэтому Все что угодно Но только не жалость Как-то поддержка Здоровая Они такие же люди Как и все Им нужны Чуть Ну им нужна поддержка Но особенная поддержка Об этом Это же никому не учат А вот как Происходит Реабилитация Вот был проект Он и сейчас идет Да Гражданский пиксель Интерактивный театр Он интересен Ребятам Ну вот Можно Саша Красотник Он интересен Ребятам Да Интересен Правда Очень редко Кто может дойти Буквально Бойцов нужно Прийти На личном доверии Вот взять за руку И сказать Что это круто Это интересно Берите семьи Сами Вот Уговаривать Вот И когда приходят И когда приходят Сразу же Да 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 Придем И в следующий раз Придем И других Вот Когда В чем суть Проекта Бойцы рассказывают истории Порой непростые Очень Вот В первом слое История Кровавые Романтичные Все На самом деле Хочется не об этом Хочется о том О чем Ты не можешь рассказать Ни семье Ни друзьям Там Вот Как сказал Один из наших бойцов Я По трезвому Об этом не говорю Вот То есть Мы несколько раз Ловили себя на мысли Что мы То есть Есть люди Которые вообще Сюда не доходят И никогда не рассказывают По трезвому Вот А тут Можно Вот Бойцы рассказывают истории А Профессиональные актеры Театра Проигрывают То есть Импровизируют Это телом Как-то И бывают Очень тяжелые темы Которые Иначе Как Ну Не сделаешь Вот Когда ты смотришь На это со стороны Что-то внутри Может поменяться Вот Это конечно Волшебно Это Я вот Сашу Дополню У нас На первом мероприятии Было 11 человек У нас цикл Из трех мероприятий В Харькове И дальше Мы едем в область На первом Было 11 На втором 18 На третьем 22 На первом Все были сами На втором У нас появились Семейные пары Одна или две В этот раз У нас было Четыре семейных пары И семья Когда военнослужащий Пришел с отцом И с матерью Вот Вот понимаете Это действительно Вот Дополняя Как бы Другим откликом Участника Он сказал Я рад Что моя семья Побывала Потому что Есть то Что я не могу Рассказать Глядя в глаза А здесь Она поняла Кто-то Расскажет Да Она Опостритована Увидела Что с чем Он столкнулся Что он пережил И почему он такой Вообще Этот проект Он не то чтобы Реабилитационный Он наверное Больше Социальный В первую очередь Задача Знаете Вот у нас Оксана Черкашина Актриса Театра Прекрасные цветы Которая партнера С нами В гражданском Пикселе Она очень хорошую Тоже такую Метафору Сказала Что мы те Кто Держим Создаем пространство Место Города Куда вам Что было Куда возвращаться И вот гражданский Пиксель Он тоже кусочек Он тоже такое Небольшое место Куда вы можете прийти Вам есть куда прийти И о чем-то здесь говорить Чтобы не быть одиноким Чтобы не молчать Да Потому что опыт войны Он изолирует Он очень сложный Он большой Он больше чем Судьба человека Он больше чем Психика человека Потому что Ну не свойственно Человеку воевать В принципе Убивать Но это против жизни Да И когда ты с таким Вот как бы проходишь Через такие испытания В нашем социуме Не одна наша страна К сожалению Да Воюет Вот так вот устроен Пока человек Этот опыт Которым ты не можешь Хвастаться Ты не можешь Там походя о нем Рассказывать Действительно Только выпив Или только в своем кругу И многие стараются Вот этот опыт Умалчивать И сами же участники АТО И берегут своих родных Ничего не И лишний раз друзьям Не каждому другу Тоже расскажет Участник АТО О том, что там было И получается такое Знаете Изолирование Которое Его выключает Из процесса А говорить о чем-то Другом Просто там Вот знаете Тоже не получается Да Вот участнику АТО Ему важно Весь этот опыт Переварить Или как говорят Психология Интегрировать Вот сейчас В свою жизнь И вот такие диалоги У нас в итоге Получаются Каждое мероприятие Это Ну прекрасный Идет слово Прям шикарные Диалоги Вообще За честь тоже В них Даже участвовать Наблюдать Не говоря уже Что мы там Организаторы Вот В которых происходит Вот знаете Выговаривание Проговаривание Как вот Саша сказал Прохохатывание Черный юмор Потому что Есть очень жесткие вещи И только через Какую-то иронию И самоиронию Можно вот И тут нужно Об этом Лишний раз Снять шляпу Прекрасные цветы Очень сильный коллектив Вот И этот театр Вот И возвращаясь К нашей теме Вот в последней встрече Была история Когда Взрыв Кто-то Из Потерял Ногу Вот Было ранение Тяжелое ранение И была такая метафора Когда Его Эвакуировали Этого бойца И другой Подставил ему ногу И получилась Вот эта вот Опора Это было очень красиво И очень Как сильно Сильно придумано Это было в течение Там несколько минут Придумано Вот Ну что ж Я благодарю вас За интересную беседу Желаю вам сил Уверенности Продолжайте проекты Они очень нужны Спасибо И харьковчане И семьи Всегда ждут бойцов домой И всегда подставят Плечо И будет опора Я благодарю вас За внимание Напомню Что гостями Программы Отражения Были Ольга Ладия Щербакова Общественная Организация Линия Согласия И Александр Фоминцев Участник Боевых действий Благодарю вас За участие В программе Спасибо за внимание Всего хорошего Приходите на выставку Приходите на выставку